Всем привет, дорогие друзья! Привет! Сегодня мы в гостях у друзей Хана, Али и Шерифе. Они живут в городе Кумлуджа. И этот выпуск мы посвятим им. Вы узнаете, как живет молодая семья в Турции, чем занимается, ну и так далее. Поэтому оставайтесь с нами, будет интересно. Ну что, дорогие друзья, покажу вам, как живет молодая турецкая семья. Али и Шерифе приехали совершенно недавно. В эту квартиру, поэтому она еще не очень обустроена. Здесь находится туалет, гостевой. Турецкие квартиры в основном очень большие. От трех спальных комнат и больше. Здесь находится кухня. Очень большая, красивая кухня. Здесь одна спальня. Дальше еще спальня. И здесь самое главное, что есть гостиная. Чем же занимаются вечером? Смотрят футбол. Айхан Алину, конечно же, футбол. Обогревают вот таким вот обогревателем. Шерифе приготовят для нас вот такой вот вкусный стол. Это плов. Буган гичорба? Эзогелин. Салат и, конечно же, вкусняцкая курочка. Айхан, всем приятного аппетита. Мы очень вкусно покушали. И сейчас все вместе отправляемся в какое-то интересное место. А сейчас мы приехали в вот такое классное место, которое называется Кале-Куле. Здесь много всяких развлечений. Детский парк. Есть кинотеатр. Свадебный салон. В общем, сейчас идем на самый верх пить кофе. Все вам передают привет. Оказывается, что здесь не кафе наверху, не ресторан, а смотровая площадка, с которой открывается классный вид на город. Я думаю, что днем здесь тоже очень красиво. Мы приехали ночью. Мы уже в кафе. Я сначала заказала кофе с смолой мастичного дерева, но его не оказалось. Принесли латте с кокосом. Пробу эхан. Моё кофе эхан пьет. Вкусно. Вкусно? Вкусно и красиво. Вкусно и красиво. А еще? Точно, точно, точно. Говорит вкусно, но по лицу не видно. Хокус вкусно. Вкусно? Окей. А еще здесь есть такая интересная система, чтобы не мерзнуть на улице. Под столом есть вот такие вот обогреватели. И этакие обогреватели, кстати, есть. Вот видите, вдали тоже видно практически, не практически, а под каждым столом. А, турецкий кофе приносят вот такими вот красивенькими цветочками каждому посетителю. В общем, очень классное место. Кстати, Шерифе работала в этом кафе. Сенкач? Не когда-то училась, не было? Не когда-то училась. А, работала здесь пять месяцев баристой, делала различный кофе. Давайте узнаем, какой кофе делать труднее всего. Она говорит, что тяжелее всего делать латте, да? В общем, нужно сделать так, чтобы молоко, кофе и пенка не перемешивались. И также она умеет еще рисовать различные узоры. Санда шейт шизебелился, кавалусу, да? Да, да. Кавалусу, кавалусу, кавалусу. А, а, башка, узор? Кавалусу, кавалусу, да, латте. Она также может рисовать сердце, листики. Говорит, что это достаточно нужно. И если кто-то хочет научиться, то это долгий процесс. А что это на камере? Пришла я сфоткаться с Кемаль Суналом, нашим любимым актером. И посмотрите. Ай, мурчит такой, нехороший. Друзья, наступило утро, и мы готовим завтрак. Погода, кстати, пасмурная, поэтому не знаю, как получится у нас посмотреть сады. Сейчас я вам покажу, как у нас выглядит город с балкона. Вот так вот. Сегодня на завтрак у нас вкуснейший салат из свежего перца. Кстати, оливки сделаны дома, домашние оливки. Картошечка, яйца. И Шерифе говорит, что они не покупают никакие овощи, потому что у них здесь теплицы. И все им привозят родственники. И Шерифе, у вас есть какие-то овощи? У нас есть бибер, домашние, пакет, пакет. То есть все, что они находятся в салатах. Аправалар, люди, которые только к себе едут. Аправалар, поэтому мы не даем себе деньги. Немного не будет, нет? Один или два. Да. Но, обычно, эти собеседы в городе или нет? Да, сейчас сниф сниф сниф. вот видите овощи которые собираются в теплицах из разделяют по разным группам и конечно же самые лучшие уходят за границу чуть ниже качеством идут стамбул и совсем уже не очень хорошего качества но качество не по вкусу а по внешнему виду остаются здесь поэтому приезжайте в турцию всегда все свежие фрукты и овощи и как я уже говорила это столица турецких теплиц здесь больше всего функции теплиц и выращивается овощей что меня удивляет старительство старых турецких домов мы кстати тоже живем в таком доме но вот посмотрите зачем этот выступ делать еще вот такой вот маленький и здесь тоже какой-то выступ в общем друзья ну в общем по всему пампериметру альфан говорит что это несущая балка но можно было ее как-нибудь украсить я не знаю спрятать вот видите тоже здесь тоже выступ и в гостиной и в гостиной вам покажу тоже небольшой выступ на хангар что это несущие балки но мне кажется не знаю почему у них не прячу мы тоже живем в старом доме и у нас тоже такая веселая история посмотрите совсем мой липусенький кусочек торчит а еще у них есть попугайчик но он боится всех кстати цветные попугайчики очень умные может нам тоже такого завести вот такой вот у нас вкусный завтрак и друзья кто спрашивал что такое семиты семиты это вот такие вот бублики 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 с кунжутом едят их на завтрак хлеб айхан там уже что-то точит конечно же сук сыр оливки ну и конечно же турецкий чай всем приятного аппетита дорогие друзья это наше видео мы заканчиваем сейчас отправляемся в деревню пишите комментарии под видео ставьте пальчики вверх всем всего хорошего пока пока все ли пока пока